Добрый день, дамы и господа. Июнь месяц, 25 число. Микрофон Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. После того, как левые поняли, что всерьез ничего не получилось, они так надеялись, что после того, как Трампа осудят, он станет криминалом, присяжный заседатель и тому подобное, это все пойдет по-другому, и вся страна захочет голосовать за демократов и Байдена. Но оно не случилось, и поэтому продолжается развивать, и вдруг что-то получится, вдруг что-то получится, продолжая развивать это как бы лидию нападения, они все больше и больше и больше, понимая, что Трамп скорее всего получит президентство, они начали развивать другую линию атаки, которую, на самом деле, я предсказывал довольно давно, а именно они будут атаковать то, что Трамп предлагает сделать в первые 100-180 дней, первый год и вообще в 4-4 года его президентства. Ну и дальше, после него. Значит, просто чтобы вы знали, опять я об этом рассказывал уже, есть такая Heritage Foundation, это такой, ну, скажем так сказать, консервативный, пролиберитарианский, так сказать, think tank, то, что называется, в котором разрабатывается достаточно много, так сказать, идей о том, как нужно управлять и как нужно себя вести для того, чтобы государство было, так сказать, более консервативное, менее фашистское, менее социалистическое, менее, а то, менее, и все. Ну и вот Трамп в свое время, по-моему, больше года тому назад связался с ними и предложил им составить программу, подключить, они подключили, так сказать, более 250 известных всяких ученых, так сказать, политиков, политокомплеканов, экономистов, там и тому подобное, специалистов в образовании, то есть людей, которые понимают в том, что они говорят, вроде бы понимают, что они говорят и делают, написать программу, как ему достаточно быстро и эффективно, ну, скажем, изменить то направление, которое сегодня Америка взяла в сторону коллективизации, в сторону такого, так сказать, там, соединения капитализма с фашизмом, я бы сказал, там, с социализмом, но оно все больше и больше и больше видно, что это фашизм, то есть если это не отъем, не отъем, скажем, средства производства, а это управление средством производства через, так сказать, управление того, кого ты можешь набирать на работу, кого ты обязан взять, кого ты не можешь взять, у кого ты можешь или не можешь покупать, кому ты должен и сколько должен платить, контроль за ценами, там и тому подобное, то есть через полный контроль того, что называется цикл производства, включая продажи, там, маркетинг и тому подобное, обсуществляется контроль над всеми гражданами, гражданами Соединенных Штатов Америки, это то, что фашизм все-таки называется, а не коммунизм, не марксизм, не то, не все, не ленинизм, не маоизм. Хотя маоизм перерос в фашизм, мы сегодня видим абсолютно фашистское государство, достаточно успешное фашистское государство в Китае, но перейдем, так сказать, все-таки к нам. Итак, почему забеспокоились левые и в чем дело с планом, который составлял и сделали Heritage Foundation, и через секунду я вернусь к этому, но сначала, значит, о том, что же происходит на политическом фронте после того, как присяжные заседатели сказали, что Трамп виноват по всем, так сказать, 30 с лишним пунктам обвинения, кто их читал, они были фантастически бредовые, но не важно. В общем, прошло время после признания присяжными вины Трампа в суде в деле по его попытке якобы заставить Сторми Дэниелс, это порно-актриса. Я не знаю, актриса это что-то другое все-таки, да? Вот, то, что она делала, это что-то другое. Она скорее женщина, которая дала возможность снимать себя на видео, камеру, во время, скажем, секс-актов различного рода, любых там и тому подобное, получая за это оплату. Вот, другое слово, не актриса, она уже в голову лезет. Но наш интерес на самом деле не к ней, я лично обеими руками за проституцию, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. А интересно, как американцы, которые не всегда и не во всем в курсе среагировали на вот это вот заключение присяжных, значит, стало известно, что не присоединившиеся так называемые, то есть у нас есть две главных партии, демократы, республиканцы, а есть не присоединившиеся они члены каких-то партий, не члены, они, так сказать, болтаются туда-сюда. То есть они вот не определились, туда они или сюда они. Вот эти не присоединившиеся в каком-то количестве, их демократы вот этим убедили, что все-таки вот Трамп, значит, нехороший человек, раз его обвинили, и приблизительно 5% вот этих вот не присоединившихся говорят теперь, что будут менять голос, они вот думали, что они будут голосовать за Трампа, а сейчас все-таки они думают, что будут голосовать за Байдена. И что привело к тому, что перевес Трампа при общих опросах по стране где-то был 1,5% последние там 2 месяца до этого вердикта, а сейчас Байден перевес где-то в четверть процента, то есть где-то 1,5-2% общего количества электората, оно как бы по опросам, мы не знаем этого точно, но по опросам они как бы поменяли свое мнение, и значит, когда 1% уходит от себя и переходит к другому, то получается 2% качок, качение, качели. Вот, но как вы много раз говорили уже, я надеюсь, что вы понимаете это, что выборы решаются в 6 штатах, то есть в штатах, которых называют колеблющимися штатами. И вот если что-то экстраординарного не произойдет, то пока что в этих вот колеблющихся штатах происходит следующее. Аризона, Трамп, что такое колеблющийся штат, что последние там 3-4-5-10 раз, когда выбирали президента, они то за этих, то за этих, то за этих, то за этих. И в пенале вот в этих штампах штатах решается, кто победит, потому что мы знаем точно, сколько голосов будет там. Калифорния, Байден, Дакота, там, Трамп, там, ну и тому подобное, да. Вот, а тут непонятно чего. Вот эти вот непонятно чего, значит, в Аризоне сегодня у Трампа 48%, у Байдена 44%, то есть разница 4%, большая разница. В Джорджии 45 на 41, тоже 4%, в Неваде 46-43, по-моему, 3%, в Висконсине 47-44, то есть самые 3%, я боюсь, что я кого-то забыл, но извиняюсь, если я кого-то, один штат точно, потому что я опять сказал что-то, ну ладно, не важно. Так вот, значит, что поразительно на самом деле, что штат, в котором в течение 12 президентских выборов, 12 умножится на 4, это полвека, да, вот, население голосовало за демпартию, штат Миннесота, в котором по опросу вот июнь 24-го года, то есть уже прошли вот эти обвинения, Трамп уже преступник, там, так сказать, ему сейчас приговор, выйди сюда, а почему-то вдруг в этой Миннесоте у Трампа и у Байдена по 45%. Вообще, если вы говорите, а почему 45-45, ведь это вместе не стоп, дело в том, что везде опрос шел с учетом Стайн, 1% приблизительно она утаскивает, Веста где-то от 1 до 2% утаскивает, и Кеннеди там от 8 до 9%, то есть, ну, в районе 10% уходят на те, тем кандидатам, которые не представляют две большие партии, а 90% делят между собой Трамп и Байден, поэтому, я говорю, такие цифры к 45-45, то есть, явно, что не 100% в сумме получается. Вот поразительно, что еще один штат Трамп дотолкал до того, что он стал колеблющимся штатом. Раньше, ну, то есть, практически все, кто подсчитывал голоса, относили, значит, вот Миннесоту, относили всегда к демократам, кто говорил колеблется, кто, ну, не колеблется, лининг, то есть, она направляется в эту сторону, или там наклоняется в эту сторону, или точно в этой стороне, но все говорили демократы, вот количество, по-моему, 10 у них представителей пойдут на вот это большое голосование выборщиков, да, вот. А сейчас уже никому не понятно, и если дела, так сказать, пойдут таким же образом, как, так сказать, направление, вектор движения будет тот же самый, что сейчас, то ух, еще проведет 3-4 месяца, и Трамп там перевесил. То есть, иными словами, что происходит? Трамп увеличивает обороты в штатах, где демократы не были готовы к атаке. Вот точно так же, если помните, Хилари Клинтон, когда все говорят, Хилари Клинтон, там, так сказать, там, эти штаты, он точно ничего, что непонятно, на что он надеется. Я вот смотрел на СНН-передачу, где три, значит, очень известных и очень важных анализатора, значит, люди, которые анализируют. Это я так выдумал, выдумал слово, да, аналисты. А рассказывали, какой Трамп идиот. Смотрите, он поехал там в этот штат, там он точно, ему надо ехать туда, там делать, пытаться там хоть что-то. Трамп точно знал, да, он едет, почему он едет, зачем он едет. Последний день он провел шесть, летал на самолетах из штата в штат, из места в место, поднимал народы, ну, завтра на выборы, завтра на выборы, и победил, соответственно. Вот. В связи с тем, что Трамп все более и более вырисовывается как потенциальный победитель в президентской гонке 24-го года, я сейчас имею в виду, значит, пора узнать, что же он сегодня собирается делать, вот, придя в офис, потому что, ну, что-то он ведь собирается делать. Он же не рассказывает всего этого в своих, там, полтора часа, он 90 минут проводит, там, скажет, рассказывает что-то такое с небольшими вариациями, но там нету подробностей, там просто, так сказать, зажечь людей, дать им понимание, куда мы идем и прочее. Вот в течение последних 12 месяцев, как я уже сказал, здесь такая либертарианская, более-менее, Heritage Foundation, получив задание от Трампа, написать детальную программу первых 180 дней, это 6 месяцев, первого года, а потом всего срока, значит, Трампа, у них как бы три задания было, они привлекли целый ряд, как я уже говорил, порядка 250 консервативных организаций, писателей, специалистов, там и тому подобное, и составили то, что называется сегодня проект 2025, и широко обсуждается и осуждается в либеральной, соответственно, прессе. Начнем с того, что Heritage назвало 180-дневной переходной программой, то есть переходной период от Байдена к начнется там 2 или 3 января, после притяги, и продолжится, значит, 180 дней, полгода, они, ну, так сказать, там, либо говорят 100 дней, либо говорят 180 дней, но это вот этот самый начально-переходный период, о котором все все время говорят, а что президент будет делать в переходный период, вот, так сказать, сейчас мы это узнаем. Вот четыре общие задачи для поставленной, так сказать, для федерации, для федеральных органов, для федерального правительства Heritage Foundation, которая действовала по мандату, по просьбе и предложению Трампа. Кстати, они же занимаются тем, что они сейчас тренируют, и, насколько я знаю, натренировали уже порядка 30 тысяч человек, которые будут приниматься в федеральное агентство, вместо тех, кого будут увольнять. То есть, на самом деле, будут увольнять трех, принимать одного, но это те люди, которые их будут принимать. Значит, первая, первая задача, которая ставится, общая задача, реставрировать семью, как основу жизни американского общества. Ничего против не имею. Как это сделать? Приказать, запретить разводы? Нет, совершенно не так. Делать все возможное, чтобы у детей были родители, чтобы школы помогали воспитывать уважение к родителям, чтобы перед бракосочетанием с парами работали консультанты, чтобы налоговым и иными способами поощрять семью. Потому что на сегодняшний день налоги не поощряют семью, не поощряют, поэтому у нас такое огромное количество матерей-одиночек, не будут вдаваться в подробности. Без мужа, так сказать, урожай сколько угодно детей, тебе за них будут платить, тебе некому помогать, помогает государство. А муж, который не записан и вообще как бы отцом вроде является и не является, так легко раз и разбежаться. А тут второй прибежал, родила еще одну. Ну ладно, вот все это, это и есть задача номер один, которая ставится администрацией. Пока я ничего не вижу такого, типа захват власти Трампу. Децентрализация управления во всех областях. Значительно уменьшит количество бюрократов и расходы, которые, значит, каждый бюрократ же не просто его зарплата, это еще место, в котором он сидит, это электричество, это отопление, это оплата ему там машины, это оплата там ему каких-то расходов, каких-то полетов, каких-то поездок и тому подобное. Огромные слеза деньги. Берешь зарплату, удваивай, то и утраивай ее. Вот. То есть понизить количество этих бюрократов и резко понизить расходы на них. Значит, передать максимально функции госорганизации в частный сектор. Могу об этом и говорить днями и ночами. Целую книгу по этому поводу написал под названием «Здравый смысл 200 лет спустя». Ну, естественно, перефразируя, значит, знаменитый «Здравый смысл» Томасом Пайном написанным 200 с лишним лет тому назад. Вот. Понизить налоги. Это похоже у вас на захват власти? Запретить государству тратить больше денег, чем новые, более низкие налоги. Ну, такой захват власти типичный, правильно? Забрать у президента, отобрать у президента те права, которые передал ему Конгресс, которые ранее по Конституции принадлежали Конгрессу. Ну, вот просто любой узурпатор обязательно будет говорить «Заберите у меня права». По-моему, он делает прямо противоположную вещь обычно, узурпатор, да? Запретить министерствам и федеральным агентствам выпускать подзаконные акты. Что это значит? Уходит закон. Конгресс его специально делает таким, что его можно оттраховать как угодно. Специально делает. Вот как в Советском Союзе ожил, как в России там происходит, как происходит в Англии сегодня, как там во всех странах, где есть закон. Есть страны, где беззаконие, да? Тут есть закон. И он делается так, чтобы трактовать его можно было как угодно. Поэтому у нас такие огромные проблемы с верховным судом. Там они судят не по закону, а по понятиям. Вот точно, совершенно как мафия, по понятиям судят. Давайте выберем вот эту женщину в Верховный суд, потому что она понимает, что такое жизнь латино, женщина-латино в Америке. Зачем понимать, какую женщина-латино в Америке? Выберите хорошего юриста, чтобы он разбирался в законах. Но-но-но-но. Все равно судят по понятиям. Значит, вот чтобы этого не происходило, не давать эти подзаконные акты делать, потому что после того, как вот это все вот написано так, надо же теперь разъяснять, и теперь уже кто повернул, дышло туда, оно и вышло. Члены Конгресса очень часто объявляют себя неподвластными тем законам, которыми сами же они принимают. Отменить их неприкосновенность. Опять, право пользоваться деньгами налогоплательщиков, значит, у всех политической организации надо немедленно отнять. Как бы они себя ни называли. Как только ты политическая организация, не имеешь права пользоваться ни одним грошом, который тебя выделили. Даже если Конгресс выделил, остановите. Третья большая идея захвата власти Трампом, это остановить поток нелегалов в страну. Запретить нелегалам голосовать, получать любую государственную помощь и работать на территории Соединенных Штатов Америки. То есть наказывать всех, кто обходит этот закон, помогает обходить этот закон, подталкивает, способствует и тому подобное. Наказывать всех, кто обходит этот закон и выселять всех тех, кто пришел в страну незаконно. Пусть выселяется обратно, а там мы потом рассмотрим, впустить его или не впустить. Если в вашем доме живут ваши родственники, друзья, дети и прочее, и вдруг кто-то пробежает через окно и говорит, я здесь теперь буду жить, вам это не понравится. А почему, если он будет жить рядом с соседями, почему вы считаете, что это или в соседском доме, почему вы считаете, что это нормально? Четвертое. И, наверное, главное, по крайней мере, с моей точки зрения, это вернуть шаг, приоритет частного над общественным. Это то, из-за чего Америка стала Америкой. Простыми словами, запретить грабить индивиду, потому что, мол, кому-то очень нужна помощь. Не важно, где она находится, в Гондурасе или в Гватемале, в Аризоне или там в штате Нью-Йорк, Апстейт или Даунстейт, но совершенно все равно. Нет никакого права, ни у кого грабить нас, налогоплательщика, вообще нас грабить, потому что кому-то плохо. Объясните нам, что ему плохо, и мы посмотрим. Может быть, мы дадим, а может быть, нет. Это наше право. Если вы хотите собрать деньги и помогать им, или быть волонтерами, помогать, кто вас останавливает, но нас выграбить не может. Отнимать деньги, вообще деньги, имущество нельзя, без разрешения хозяина. Вот. Пока индивидуум не согласился, никто не имеет права отнимать у него его имущество. Никто. И ни по какому поводу. Вот левые говорят, что это фашистская программа, узурпации власти. Уже не один раз читал, и сегодня даже получил звонок от моей приятельницы, которой на работе рассказали, что это фашистская программа. Она звонила мне и говорит, что фашистскую программу выпустил Трамп. Давайте вместе подумаем. Можно ли захватить власть, укрепляя семью? Ну, наверное, можно, но пока придумать, как это сделать, не очень понятно. Можно ли захватить власть, ослабляя центральное управление и передавая власть на места? Мне кажется, что власть захватывается с помощью централизации власти. То есть, вот собрать в центр власть, да, а не с помощью передации функции президента обратно к Конгрессу и функции, так сказать, департамента всех министерств Вашингтона, штаты, города и районы. Ну, очень сложно таким образом захватить власть. Уговорить, что ты хороший, да, будут голосовать, но захватить сложно. Но этого левые боятся, кстати, что люди сами будут решать свои проблемы. Они будут, как рабы, сидеть и ждать, чего решит их хозяин. А вот ты, значит, вот иди сюда, вот ты дай половину. А ты говоришь, а возьмем с него больше. Ты тебе дашь 70%. А когда ты будешь ездить на своей машине, еще нам заплатишь. А когда ты будешь дымить там из трубы, еще заплатишь. А налог на воздух будет, тоже будет. Нам всегда говорили, что вы, что вы, что вы, о чем вы говорите? Будет, будет. А на воздух тоже будет налог, потому что это общий воздух. А мы, те, кто его портит, портят их африканцам. И поэтому мы должны платить африканцам за то, что мы портим их воздух. Ну и четвертое. Значит, можно ли захватить власть с помощью остановки преступлений, совершенных миллионами людей, пришедших в нашу страну без нашего разрешения? Сложно. Сложно. И можно ли захватить власть, забрав у коллектива, колхозы, общества, группы, забрать у нас с вами, то есть забрать у них право забирать у нас с вами, как предлагал Карл Маркс, ну мы все знаем это, господа, что скрывать-то, если кто-то даже не читал Карла Маркс, да, то оно знает это, да, забирать когда угодно, сколько угодно и по какому угодно поводу. Чего захочет диктатура? Большинство, меньшинство, аж меньшинство, одного, тридцати восьми, неважно. Это нужно, значит, там для эволюции, пролетариата, и сразу же можно будет все у нас с вами отобрать. Вот мы, по-моему, в Америку уехали оттуда, чтобы этого не происходило. Вот наоборот, дать право департаментам, мэриям, штатам и прочим организациям доить нас. Это и есть захват власти. Нас доят, а мы молчим, потому что доят законно. В отличие от Зимбабве, где доят незаконно, они просто не знали, что можно собраться, проголосовать, выпустить бумажку, у них бумаги нет. Вот. То, значит, без бумажки это незаконно, а с бумажкой это законно. И, а если, кстати, мы не даем себя доить, то мы плохая корова, и поэтому нас можно теперь пустить на мясо. Вот. Значит, плохих коров надо пускать на мясо. Это мы давно знаем, Владимир Ильич давно нам в этом говорил. Ну, не он первый, саванролы еще до него, там и всякие, и всякие любимые французами герои тоже любили это говорить. А прочтите, господа, проект 2025. Кто может по-английски, кто нет, я уверен, что, ну, хотя бы, нет, переводы, шмелеводы, они все, все соврут, все будет не так. Прочтите, попробуйте, и вы сразу поймете, что леваки воют не из-за того, что, значит, трамписты, реганисты и прочие честно платящие налоги, значит, люди хотят их ничего не делающих, а только требующих, чтобы мы их кормили, с ними делились, отдавали, потому что, если мы не отдаем, мы плохие. Вот. А из-за того, что им страшно потерять хорошую дойную корову и сладкое молоко. А еще им страшно, что их заставят, друг, идти зарабатывать себе на жизнь самим. Они уже так привыкли. Ограблю, поделю, побольше дяди ограбил, бросил мне с барского стола. А мне хватает, мне много не надо. Я гавкать буду так преданно, как и за большие деньги. А за большие деньги я вообще буду еще и лизать все, что нужно. Они уже так привыкли нас грабить, так привыкли жить. Даже не хочу по этому поводу говорить. честно, они жить отвыкли, забыли, и страшно им от этого, просто жутко им от этого страшно. Именно это и заставляет их врать, не останавливая, что Трамп хочет стать диктатором. Вот воры, они всегда орут про других. Он украл, он украл, он украл, да? Громче всех. Громче всех кричит, он украл. Сразу же на лиму, обратите внимание. Шапка на воре обязательно загорится. На этом все. До свидания и до следующих встреч.